МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он каменный, из уникса, да. То есть им очень великолепно питать надкосницу, для того, чтобы кожа лица становилась более розовой, более гладкой. Камнем в лоб. Практически. Тогда давай обсудим, что называется, сначала. Сегодня ты пришла к нам рассказать о фейсбилдинге. Что это такое? Что это за гимнастика для лица? Нужна ли какая-то специальная физическая подготовка для этого? Ну, фейсбилдинг – это изначально гимнастика для лица. То есть это немножко нерусское слово. И гимнастика для лица как раз приводит мышцы лица в тонус. То есть мы по утрам гимнастику делаем, мы приводим тело в тонус. Но в этом еще и нуждаются наши кожи лица и мышцы лица. Для того, чтобы взгляд был яркий, для того, чтобы лицо было живым, и долго не старе. Чтобы в 63 выглядеть на 33, нужно начать уже сегодня делать. Давай тогда приступать сразу к мастер-классу. Вот я очень интересуюсь этой темой. Ленюсь, конечно, делать, но так или иначе стараюсь хотя бы раз в неделю как-то там помассировать себе. Кремом. С кремом. Да, да. С чего начать? Какие есть правила, основы, базы какую-то, чтобы выучить? Я понял, что программа «Между нами девочка». Макс, понимаешь, мужчинам это тоже полезно. Между прочим, для мужчин это очень-очень важно. Потому что кожа лица и мышцы лица, да, то есть у нас мы не различаемся в этой плане. Только единственное, вам, мужчинам, повезло больше. У вас кости черепа более конкретные и четко очерченные. За счет этого держатся мышцы лучше. Это у нас размытый, понимаешь. Скажи, возраст как-то имеет значение? Или это с детства можно делать? Существует упражнение, которое нужно начинать с раннего возраста. Это помогает развить мышцы лица, позволяет качественно телу, когда вот растет ребенок, у него меняется, растет, да, все форма меняется, все меняется. Чтобы придать более мягкую и гладкую форму, тоже существует упражнение. Но вообще от возраста на самом деле вообще ничего не зависит. Почему? Потому что, ну, как бы вот кому-то, кто-то в 50 выглядит как девочка, да, молодая. Кому-то уже в 20 стоит задуматься о том, чтобы начать делать гимнастику. Вот я задумалась. Давай, сейчас мы стукнем. Я в свои... Когда мне стукнуло 26-27 лет, вот в этот период я задумалась о гимнастике для лица. Мы видим, что она действует. Итак, начинаем. Я тоже хочу выглядеть на 25. На 25. Нам... Мы сегодня изучим упражнение для лба, для того, чтобы убрать поперечные складки. Но для этого нам нужно будет приступить к разминанию шеи, области шеи, потому что у нас... То есть, чтобы был гладкий и ровный лоб, нужно начать шею. Стимулировать шею, да, то есть разминать шею. Начинаем. Итак, разверните голову максимально влево, плечо правое поднимите вверх и опустите голову назад на плечо. У меня что-то там хрустит. Аккуратно, Максим, все делаем аккуратно. Задержитесь на несколько секунд и верните положение последовательно обратно. Сделайте то же самое на вторую сторону. Ну, мы повторим это. Я не буду рисковать. Максим, надо начинать только с чего-то. Так, шею мы расслабили. Дальше. И каждое утро стоит шею разминать в течение 4 минут по одной минуте на один круг. То есть мы очень медленно вращаем, вытягивая шею плавно. Для того, чтобы расслабить мышцы на лице, нам нужно расслабить шею и отпустить, чтобы область лба расслабилась и выпрямилась. Девчонки записывайте. И не только девчонки, и мальчишки записывайте. Для всех очень полезно. Итак, дальше стоит немножко круговыми движениями пройтись по корневой части головы. И очень хорошо. Добавить еще. Я сейчас так расслаблюсь, что упаду. Держись, Макс. Держись. И только после этого мы уже приступаем непосредственно к мышцам на лице, на области лба. Ложите обе ручки, оба полноценно прикладываем на область лба. И последовательно по 9 подходов, по 9 раз мы поднимаем вверх мышцы лба. Мы как бы удивляемся. Раз, два. А мы руками это делаем? Нет, мы делаем это так, как мы делаем своими мышцами. Бровки приподнимаем? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Слушай, но однозначно налюлим делать нельзя все-таки. Это вообще так. Закрываться в ванной нужно. Так, зафиксировать. То ли еще будет. Зафиксировали максимально, держим, расслабили. Итак, 9 раз. Зафиксировали. Расслабили. Зафиксировали. Расслабили. Плотно надо прижимать, да? Угу. Достаточно плотно, чтобы как раз, желательно, чтобы пальцы попадали между морщинкой. Найти у себя в зеркало, посмотреть. У меня пальцев не хватит. Хватит. Пересчитаем. Ну нет, слушайте, поменьше тут, чем пальцев на руках. И следующее упражнение. Нам нужно расслабить мышцы. Мышцы гордеца, она называется. Когда мы... Серьезная злая складочка, которая очень рано появляется у многих. Мы три пальчика используем своих. Положите между бровями. Пониже, пониже. Да, прям. У меня понижение. Разблачайся, Макс. Так. И что мы делаем? Мы как бы вот опять используем свое привычное, свое положение. Я правильно понимаю? Мы даем тем самым нагрузку на мышцы. Мы фиксируем своими пальцами, это как гири для нашего организма. И даем им работать и запоминать, что когда мы хмуримся, можно хмуриться совсем по-другому. Ага. То есть можно использовать те же самые мышцы, но при этом не напрягая. Не создавать складочку вот эту по центру. Слушайте, а чтобы мышцы запомнили, сколько же дней, я не знаю, месяцев или лет? Всю жизнь. Да? На самом деле это же мимические мышцы. И мы как бы используем эти упражнения в повседневной жизни. В принципе. Если мы добавим туда положения определенные, правильные, то мышцы запоминают очень быстро это. И если мы будем делать это каждый день, это занимает буквально 10 минут, весь комплекс занимает. С утра почистили зубы и сделали или вечером. Ну, у нас не так много времени на весь комплекс, и нам уже, по идее, пора завершать нашу встречу. Все-таки про камень не расскажи. Камень. После того, как мы сняли макияж, орошили лицо тоником для лица, или настоем трав, или гидролатом, после этого мы сделали легкий массаж лица, вернее, кожи головы и шеи. После этого мы сделали гимнастику, пару упражнений из гимнастики. Дальше мы нанесли крем, и уже по массажным линиям мы поднимаемся вверх вместе с роллером. Также можно использовать, у кого нет этого роллера, можно использовать свои пальцы. Слушайте, ну как круто, но секретов на самом деле еще очень много в этой культуре фейс-билдинг. Мы обязательно продолжим наши встречи с Алисей Кузнецовой, которая с удовольствием приходит к нам в студию. Мы с удовольствием ее встречаем и надеемся, что вам тоже очень нравится. Ну что ж, дорогие друзья, пускай милые дамы занимаются массажем лица, а мы вместе с мужчинами узнаем, что же нам пишет пресса. После короткой рекламы мы узнаем об этом.